всем привет у нас снова среда и мы вновь вместе на youtube как вам стало понятно из заголовка наше видео мы сегодня будем рассматривать поведение собаку при выстрела так как это порезится называется на подготовка для файл пи мы будем рассматривать поведение основном при файл пи как она требуется на файл пи отношение к выстрелу у собака поделено на пять частый это позитивное либо ни какое отношение к выстрела легкая чувствительность к выстрелу это давайте наверное надо заново припомнить вам что это означает легкая чувствительность это означает когда во время выстрела собака лёгко потрясла счет показала что почувствовал но это по никакой иначе не повлиял на на ее работа чувствительность выстрела это третий пункт который может быть отмечен это когда после выстрела собака возвращается к своего ведущей но она в рамках одна минута возобновляет своя работа и продолжает дальше работать сильная чувствительность выстрел к выстрелу это когда собака после выстрела возвращается к своего владельца и в рамках одна минута она не возобновляет свой поиск и уже страх с выстрела это не страх а боязм с выстрела страх по-болгарски по-русски боязм с выстрела это когда уже собака покажет сильный боязм она убежает из ведущей убежать где-то далеко прячется в машину в кустарники где-то наверное некоторые из нас видели такие собаки это непригодный собак за охота и они не могут пройти из питания то же самое касается и для собаки у которой сильная чувствительность быстро они тоже не могут мне они пройдут из питания но они не могут будет используем для разведения и для охоты соответственно могут будут использование такие собаки но у те собаки у которой была сильная чувствительность их не оценка приостановляется через не меньше 30 минут и заново надо попробовать на выстрел если будет тоже самая реакция они тоже не будут использованы для разведения они тоже не могут быть использованы понятное дело и для охота главное их не предназначение отношения к быстро убивают два вида одно это вражено и второе это приобрет приобретное отношение к выстрелу когда у собака нет никакие проблемы еще из коробки скажем так когда у нее нету враженная предрасположенность с боязвом с выстрелом там все хорошо вы стреляете собака не реагирует меняете просто силы выстрела и расстояние выстрела ведь что собака не реагирует у вас нет никакие проблемы но может быть враженной выраженная чувствительность к выстрелу это очень очень такие риску и собаки которые если вы правильно подходите к ним во время натаску то у них не будет боязвом взвыстрела но если вы сделаете некоторые ошибки можете напугать их на вся жизнь и и потом их не это поправка это ваша ошибка исправить это ваша ошибка будет очень сложно и будет длиться очень длинное время за то чтобы они допускали вот такие ошибки это уже приобретенная чувствительность выстрела чтобы вы не напугали ваши собаки я вам расскажу как надо стартануть так чтобы все было нормально у вас как написано в правильник файл пи выстрел производится на ними на выстрел собака должен находится из ведущей на расстояние на выстрел мое расстояние так как вы русские любите очень сильно любите метре это примерно 30-40 метров расстояния из ведущей должна находиться собака во время поиска а да забыл упоминать что проверки на отношениях выстрела происходит во время поиска я вам говорю это видео которое здесь появится что поиск наши наши все на база поиска делается все остальные оценки вот выстрел тоже делается на базу поиска когда собака находится на выстрел на расстояние из ведущей воспроизводится один выстрел потом не меньше чем через 20 секунд воспроизводится 2 выстрел и наблюдается соответственно реакция у собака она оценивается чтобы ваш собаке не были негативные реакции вам нужно подходит правильно и не допускать некоторые ошибки какие основные ошибки которые допускают ведущий который с мало опыта в натаску собака одна из самой основной ошибкой это маленькая молодая собака которая еще не знакомились выстрела пошли с ней на охоту с друзьями где там 35 человека примерно в поле охотимся на примерно на перепела на болотной дичь либо ну на перепела и курупатки это обычно случается потому что там возможно подняться больше чем одна птица одновременно и тогда все эти наши друзья начнут стрелять одновременно через несколько ружья по эти птицы тогда получается канонада из выстрели на это молодая собак которая еще не обстреляна это можно очень сильно и напугать и это можно оставить такой берег на ее сознание на вся жизнь потом исправление это очень сложно конечно есть варианты я вам сейчас расскажу какой вариант исправить если достигли вы уже до ошибку но это поверьте мне очень сложно вторая большая ошибка которая допускает некий молодые ведущие я даже заметил в интернете есть и люди которые позиционировать себя с более-менее большой опыт который советует это делать пожалуйста не делайте это это огромная проблема использовать петарды петарда это самое большое зло которое вы можете использовать на молодая собачка когда вы хочет ее научить на выстрел почему самое большое зло ну я видел в интернет как человек отпустил собачку и китай где-то рядом с ней петарды петарда кроме того что она воспроизводит шум выстрел сам выстрел она придает и на землю вибрации которые собака чувствует через свои ноги через лапы эти вибрации обычно она не чувствует когда бегать по поле и за ней это может быть такой стресс что напугаете дней из выстрелов потому что она начнет связать вибрации из выстрелов и потом это что-то неестественное который обычно не случается потом она начинает боится или еще хуже не дай бог закидали петарду собачка увидела где упала петарда спустилась схватила ее и она взрывилась у них рот это может усокотить и физически ваш собака с 1 и 2 это может оставить на вся жизнь боязвом с выстрела ваш собака правильный вариант как это делается как вы надо знакомить ваш собачка с выстрела я вот сейчас вам расскажу в теорию и потом посмотрим в практике как это делается на теорию вы это используете тот момент который я говорю вам про знакомство собака с поле и старт собака видео вот такое было у меня она появится здесь посмотрите его если вы сейчас нашли мой канал и не смотрели его она будет вам интересно когда вы старт стартует собачка вместе с ее мама либо другая большая собака когда они бегают за большая собака либо за своя мама маленькие собачки далеко я использую вот это инструмент это инструмент сигнализатор такой который использует большое количество наташки профессионалы состязательно фильтрал потому что сперва они используют его не ради того что он не сильно стрелять использовать его потому что это не ружой легко с него пересекать границы все равно где это не запрещено привозить с собой в машину это оружие это сигнализатор использует капсул из охотнические патроны еще другая причина пока которая использует его профессиональные наташки сами капсуле стоит дешево мало расход на на суровина для обучения собака идет мы это самый дешевый дешевый вариант который можно использовать тут выключаем в полностью петарды петарды самый дешевый но я вам говорю не используйте петарды это одна из самых больших ошибок которые вы можете сделать используя это во время поиска с мамой лишь большая собака маленькие собачки я стреляю большая собака не реагирует либо реагирует положительно потому что она уже на научно охотиться у нее нет никаких проблем из выстрела и она показывает своим детям либо там маленький собачка которые вокруг ее находится что это все нормально и не происходит ничего такое сверхъестественное не надо из его бояться даже когда большая собака есть положительная реакция маленький собачка учится тоже на положительная реакция во время выстрела ну там самый лучший вариант реакция не должен быть никакая и другой лучший вариант реакция у собака должен быть когда выстрел воспроизводится что она прыгнула засмотрелась где упал дичь чтобы его подавал когда уже собака связала выстрел с падение дичи если у какая-то собачка появится какой-то негативная реакция я уже начинал следующий выстрелить стрелять так что она находилась на максимально далеко расстояние от меня если там примерно я отпустил мама с 3 собачки а у 1 какая-то чувствительность я замечал я начинал стрелять уже далеко у моей собаки это сложно сделать потому что у меня в питомнике никогда не был боязвом с выстрелом никогда мои собаки такое не показывали и я им стрелял честно говоря призналась перед вами напрямую с ружье вообще эти этапи вот это инструмент либо с газовый пистолет который второй этап я использовал когда натаскиваю собаки я не использую я стрелял на моей собаки прямо с ружье потому что уверен в их и для меня нет никакого вопроса на эту тему когда чужие собаки у меня в натаску я начинал с первого света потом включал газовый пистолет 9 миллиметровый который более мощный как выстрел выдает но это после того как я убедился что из капсуле которые стреляю нету собачки никакие проблемы второй этап знакомства я делал когда уже собаки начинал это во второй этап старт старту собаки начинал их тренировать единично сами в поле без группа другие собаки без взрослого собака это уже стартанутые собаки которые начинают у них уже есть поиск я начинал их тренировать ну сами без без другие собаки тогда я обычно включал пистолет более мощный звук потому что там полагается что собака уже идет в поезд далеко когда она где-то находится на больше чем истерное расстояние либо истерное расстояние от меня она там что-то заинтересовалась начинала обработать какой-то запахе осознание занято с какой-то запах либо ветер его принес и она заходит запах либо там землю она обработает какой-то запах этот момент я воспроизвожу выстрел сейчас вы увидите как это случается на практике ну вот мы в поле находимся здесь будем на практику вам показывает ну типа как манекен будет ступать за вас горе моя собачка я буду через ней показывает вам как надо вот ведь сейчас она заинтересовалась какого-то запах она находится на расстоянии 20 метров от меня я багнул она посмотрела но продолжить продолжает обработает свой запах ее нету никакая такая хвост пистол его пофиг продолжает по поиск но считаем 20 секунд прошли 20 секунд ждем чтобы собака отлучилась от нас опять на хорошее расстояние ну тут у нас ветер крутится сегодня он такой немножко плохой ждем чтобы опять чего-то заинтересовалась когда это случится опять ну это это не тот момент это не тот момент когда она опять с какого-то запах там заинтересуется начинает его обрабатывать вот сейчас она пошла до довольно далеко я опять стрелял на оборотная сторона но у меня что-то это турецкие патроны хватает не сразу через раз через два ну вот видите у собака никакая реакция конечно я должен быть честным с вами мы с горе охотались она знакома с выстрела для ней выстрел означает дичь что будет какой-то дичь что будет подача все равно я хотел вам показать как надо стрелять на собачку как ее обстрел обстреливать первый раз в практике мы сейчас сидим дальше и я буду надеяться водичку дома будешь пить давай я я буду надеяться что у нас будет стойка я как бы пыталась его поставить на ветер но ветер а она пучула кого-то потому что это будет крупатки так ведется обычного крупатки но нет никого не нашла либо они его обманули его не знаю я надеюсь что будет стойку либо контакт с дичь что показать вам этот случай когда ваш собака в контакт с дичи когда она гоняется за него как стрелять вот она нам демонстрирует хороший поиск контактность хорошая но она пока заходит за мной вот нормально а вот я нюхала тут лиса какая-то копал ну то что она заходит за нами иногда это пока еще не фатально не страшно мне сейчас важно чтобы было желание демонстрировано желание найти дичь собака обычно когда вы правильно подходили когда вы правильно все сделали это не воспроизводит никакое впечатление у собака но если у собаки с генетическая предрасположенность к чувствительность выстрела то тогда все очень-очень сложно очень часто такие собаки не могут по никакой начин вы лечиться из этой своей генетической обременность просто их не может поправить никак не можете поправить если кто-то напугал своя собачка это я могу исправить но если генетически этого собака это я не могу исправить по никакой начин были такие собаки у меня у которой примерно у матери была чувствительность выстрела там сильная чувствительность выстрела это было отмечено в документы потом мне посылает дочка это это собака я еще на первое несколько выходе в поле стрелял с это инструмент который не так сильно стреляет и замечал что у собака чувствительность и напрямую звоню владельцы говорю я вам не обещал что смогу с это справиться потому что я знал что у матери тоже было это означает что это уже на генетические уровни и это зачастую не может исправиться но как нам надо исправить как нам борется с того если человек накосячил и приобрел чувствительность либо боязнь с выстрелом у своя собака а это тоже очень сложный длинный процесс я сейчас вам покажу в практике ну давайте сперва обсудим на тюру как это случается пока собака ищет когда она найдет какой-то дичь все равно сделала стойка не сделала стойка там подняла его бестойка гоняется за зайца за птица все равно какой дичь мы используем у собака вот это именно горячий момент уметь вот это охотническая стресс которая поднялась при контакте с дичи и в этот момент мы стреляем если собака не сильно напугана она может приостановить гонку погонка за какой-то а потом снова пойдет это уже положительная реакция это значит ведь собака поправиться но если она даже при наличии дича начинать это приостановлять погонку и возвращаться к нами показывает это чувствительность выстрела это уже очень большой проблем тут когда это случилось мы приостановляем всякие стрелби примерно это случилось мы не стреляем неделю на собаку выводим каждый день его в поле но не стреляем потом оставляем чтобы она гоняла сколько хочет ну там километр пусть гонять чтобы у нее поднималась охотническая стресс потом берем какой-то живой дичь примерно голубь примерно фазан примерно утка ну лучший вариант так как если такая у собака есть такое поведение выстрела осторожней что она на выстрел видимо у нее характер мягкий так что нам лучше брать какой-то маленький дичь примерно там голубь это наверное самый оптимальный вариант голубь который не может летать мы берем его отрываем несколько перушки из крыла показываем собаку закидаем и в тот момент когда она за его гоняется и она уже его прыгать чтобы схватила в этот момент мы стреляем но стреляем это инструмент это сигнализатор с которой звук не так сильный если мы там стрельнем с ружью либо с пистолетом очень сильный звук мы опять напугаем его стреляем с максимально тихий звук стреляем на оборотная сторона и чтобы выстрел сам шум сам звук не не ехал прямо на собак она оборотная сторона когда она уже закидывается и готова схватит когда мы вот точно в этот момент стрелу собака схвашает дичь и начинает делает связки у себя в голове что выстрел это означает что она добиться до дичи схватить его опять говорю это очень сложный процесс может продлиться два-три месяца иногда чтобы поправила собака тут есть еще один такой момент что выстрел в поле и выстрел в воде это две очень разные вещи зачастую бывают собаки которая не показывает никакое отношение к выстрелу ну типа негативное отношение к выстрелу в поле а в воде они боятся с выстрелом они приостановляют работу во время когда стрелы в воде все это тоже можно работать цену это как правильно знакомить собак из быстрого воде я вам расскажу после семинара про ха-цепе когда мы начнем обсуждать это натаску для ха-цепе либо подготовка для ха-цепе и так приехали мы в поле и попробуем сейчас продемонстрировать вам как на практика надо делаться то вишь с выстрелом я пушу сейчас одна собачка самостоятельно чтобы работала у нас в роль манекена будет вступлять чарли посмотрим как он себя поведет ну честно говоря эта собака уже охоталась так что будет не честно с прямо вас если я скажу что я его только что знакомлю с выстрел это не будет правда он уже охотался он хорошо знают поле это он уже охотался хорошо знают поле поздно это стойки делает вода работает подает так что собака не нулевая какая-то ну решил наш манекен поплыть немножко это было не в плане пришел проверить что есть воде молодец чарли дай загналась у нас собачка сейчас когда с чего-то там она занимается занята будет вот момент пошел какой-то запах там не следовать я стрелял вот видите какая реакция у собак подняла голова посмотрела хвост начинала машет весело я же опять говорю от собака уже охоталась вот прошла другая сторона предменя не остановилась делаем вернулась нельзя стрелять когда она близко вот там заинтересовалась другой запах стреляем собака остановляется смотрит там где их угол в посока выстрела это положительная реакция вот положительное что я вам говорю положительная реакция у собака то собака которая охоталась она обязательно я я я она обязательно нам покажет положительная реакция а то собак которая не охотилась который ничего не говорит выстрел она чуть по-другому будет вести себя но вот видите у это собака нет никакой проблем с выстрелом ну как я вам говорю собаки из моего питомника я никогда не имел никакие проблемы с выстрелем так что у меня я не ожидал что будет какой проблем еще больше говорю что это собака она охоталась и на перепелки на фазанов охотится хорошо и давним-давно это делает она пристреляна я просто хотел вам показать ну я сейчас хочу чтобы мы нашли дичь какой-то чтобы он стал стойку чтобы продемонстрировать вас вам как надо что надо делать когда собака примерно испугана делать какие-то стойки здесь кустарник что-то ему пахнет как надо вестись если собака уже испугана из выстрел вы сначала конечно выходите в поле и не стреляет оставляет что собака начинала гонять за дичь а вот они где поднялись молодец вот сейчас отстрел когда собака за ними гонялась ну жалко что тут в кусты не было видно он начинал протяжки еще внутри кусты они где-то здесь поднялись вот здесь где-то впереди поднялись и он пошел за ними гоняться вот такое вам нужно если собака уже чуть испугана из выстрела но если сильно испугана вы наблюдаете за реакция собака если она остановится вернется к вам это уже как бы если она остановится вернется к вами надо следующие несколько встреч и не стрелять оставить собака чтобы гонял тут вообще-то очень противопоказано чтобы вы питались собаку восстановлять вообще не пытайтесь пусть гонять даже пошлить его чтобы гонялась она за дичем это будет намного правильно чем восстановлять собаку после контакт с дичь а даже если не сделала стойка даже если она подняла просто так курупатки вы не остановляете и отпускайте пусть и пусть гоняет это вам поможет чтобы лечит проблем с выстрела а вот 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 ветер появился и по-моему кого-то плечу ну-ка 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 да где они так далеко ли ты плечу что чарли не моешь ты их так далеко плечуешь мне не верится оп 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 вот они встал так давайте приготовим пистолет вот протяжка вот это уже отличная стойка у наш чарль как мама делает стойку иногда поднимает за 1 вот меня боятся и бегать молодец брау чарль вот видите контакт с дичи и стреляем вот это надо делаться если у ваш собака вот собак сейчас темперамент поднимается она принимает как что-то как что-то положительное это ситуация молодец чарль молодец брау чарль так что я это хотел вам показать так что мы уже можем идти дома ну так или иначе мы здесь сделаем еще немножко с чарль поработать так я надеюсь что это видео было для вас полезно и меньшее из вас будут допускать ошибки и пугать свои собаки с выстрел потому что собака с боязвом с выстрела непригодна для охоты мало того что она для испытания но для охоты она практически не пригодна такая собака нам надо давать где-то как домашний любимец а это для охотническая порода это убийство для такая собака надеялся что у вас все получится и я вам я вам был полезен обнимаю пока пока хорош